Суд приговорил Навального Алексея Анатольевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 33, часть 4 статьи 160 УК РФ, в редакции федерального закона номер 26 ФЗ от 7 марта 2011 года, и назначен ему наказание в виде 5 лет лишения свободы. В четверг днем в Кирове осудили Алексея Навального, а уже через несколько часов несогласные с вердиктом суда люди пришли на Манежную площадь, чтобы провести акцию в поддержку диссидента. И хоть сел Навальный далеко не по политической статье, а лишь за растрату средств, но все отчетливо понимают, что это лишь повод устранить очередного конкурента. Не только сторонники Навального оказались в центре Москвы. Михаил Кушнеренко, например, бросил все дачные дела и приехал в столицу, чтобы поддержать тех, кто не боится высказывать свои мнения открыто. Интересует то пренебрежение, с которым власть обращается с нашим правосудием, отнимая последнюю надежду и справедливость. Однако власть, в отличие от народа, митинга не хотела, поэтому активистов с площади быстро выгнали ОМОНовцы. Полицейские закрыли проход на площадь ограждениями, и ссылаясь на то, что идет укладка плитки, никого не пускали. Это наша страна, это центр этой страны. Мы не можем здесь находиться, потому что сегодня кого-то посадили, и здесь офицеры в лицо врут, что ремонтная работа. Людям ничего не оставалось, как выйти на Тверскую. Через считанные минуты движение по улице было полностью перекрыто. Рядом орудовали полицейские, заталкивая в спецавтобусы особо смелых активистов. Россия будет свободной! Свободу Навальному! Как же все-таки похожи Россия и Казахстан, прежде всего методами, которыми власть управляет страной? За примерами далеко ходить не надо. Казахстанский диктатор Назарбаев, якобы за экстремизм, почти на 8 лет лишил свободы оппозиционера Владимира Козлова. Его российский коллега Путин упек за решетку на долгие годы, будто бы за уклонение от налогов и мошенничества, конкурента за президентское кресло Михаила Ходорковского. Методы грубы, не новые, но очень уж действенны. Андрей Заокский специально для канала 1612.